И всем привет ребят, с вами Мистер Ванька, я еще записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему мегадонату и сегодня вместе с вами мы протестируем одно очень жесткое устройство на рельсу, которое относительно недавно появилось в нашей игре, которое показывает на ближней дистанции супер жесткие результаты. Это устройство, название которого я даже если честно уже немножечко подзабыл, дробовик, дробовик, снаряды дробовичка. Будем пробовать реализовывать это устройство, но если вам нравятся видеоролики посвященные мегадонату, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в его розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоина, для этого на 40 игровой аккаунтики стоят ему личные, так, так, темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего дробовичка, то сегодня мы постараемся запикаться на небольшую карту, да, все-таки это устройство реализуется лучше всего на маленькой и средней, по типу там сандалы песка, Redinerd может еще подойти. Ну и будем это все дело пробовать с Викинга Драйвером плюс Гиперионом. Вы знаете, что у нас занерфили Кризис, а Кризис был лучшим решением для реализации рельсы, именно этой, да и вообще в принципе огромнейшего количества устройств на рельсу. Но в связи с тем, что у нас Кризис занерфили, будем пробовать все это дело на Гиперионе. Можно было бы, конечно, взять и Бустера, но Гиперион мне на сегодняшний момент времени нравится больше за счет того, что ты можешь пожить дольше и понакидывать этот самый замечательный урончик. Закидывает меня, ребят, на карту, которая называется Шоссе, закидывает еще и за деф в штурме, но мы не отчаиваемся, не расстраиваемся и хоть это даже и большая карта, задача будет выпушивать вражеские респы и с этих респов стараться накидывать огромнейшее количество урона с этой рельсы. Перезарядка рельсы у нас довольно-таки быстрая, ну и в принципе уже начало каточки положено, да, 3 кила мы уже набили. Тесла здесь попытается что-то нам тоже продемонстрировать, скрита 1700 урона, то есть с обычного урона у меня даже в моменте залетает больше. Пробуем забрать здесь эту Теслу, отлично, забираем ее, пробует здесь противничек у нас выпушивать дальше и тянуться. Так, ну и пульсарчик меня все-таки здесь забирает. Попробуем пореализовывать овердрайвы прямо в респах у противника, будем это все дело оформлять очень нагло, но по ходу дела у нас видеоролик переходит в следующий ключ, потому что я встречаю игрока с ником Agent6 и этот игрок играет на Изиде с чем? Правильно, он играет на Изиде с трофеем. Новое устройство трофейное. Посмотрим, как оно работает. Ой-ой-ой, какая дистанция у этой Изидочки. В принципе, видеоролик с этим устройством я уже записывал. Ну и сейчас мы можем целиком и полностью посмотреть на его работу, да, посмотреть на то, как же жестко, ух, по дистанции, даже через стены работает это устройство. И происходит еще и самодополнительный хилинг от противника. Ну и, конечно, выглядит она очень и очень интересно. Плюс есть дополнительное лечение, да, в принципе, все работает в том ключе, которым мы и видели это устройство. Ну и смотрим на то, как оно начинает работать, как оно начинает раскручиваться, как оно начинает наваливать плотненького контентика, да. Изидочка, какой же там самохилл, какой же жесткий самохилл, 11 киллов. И мне ребята говорили, что, мол, это устройство не сильное, мол, оно не нагибает. Как оно может не нагибать, как оно может не нагибать, когда у тебя есть и самолечение от противника, и при этом ты еще и сам можешь лечить, можешь лечить своих тиммейтов. Ну это жестко, это, если честно, жестко. Ну и чел просто на чили, на расслабоне гоняет, показывает супер дистанцию нашей изидочки. Вот так вот, хотел я, ребятчики, записать видос с обзором устройства, но по итогу записал обзор на изидку, которая даже в такой супер быстрой катке показала то, что она находится в лютейшей мете, да. И, по сути, это, наверное, на сегодняшний момент времени самый сильный трофей, который есть у нас в игре, да. Самый сильный трофей, который есть у нас в игре. Вот так вот, неожиданно, но мы залетели под контент с трофейным устройством на изиду. Игрок, по сути, только имеет 117-ю легенду, зато у него уже изида трофей, да, то есть игрок играл тупо на изидочке нереально большое количество времени. Ну и, в принципе, из того, что я сейчас увидел, изида на дальность, вампиризм, плюс лечение тиммейтов с огромнейшим расстоянием, выглядит очень и очень жестко. Пишите, что вы думаете по поводу этого дела, хоть он у меня и был тут моментик в виде, ну, скольки там, минут двух, наверное, трех, но за эти 2-3 минуты я увидел то, что это устройство реально является супер и супер сильным. И в очередной раз, повторюсь, если у вас есть изидочка и вы бьете на ней трофей, то это супер достойное устройство, на которое есть смысл набивать этот плотный контентик. Пишите, что вы думаете по поводу трофейного устройства. Обязательно поддержьте данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.